смотрите просто на эту сказку мы сейчас снимаем с марины мол зашли здесь поесть чуть-чуть фудкорте выбрали салатик себе наташ как тебе классный вид смотрите просто такой лайфхак хотите хороший вид или просто посидеть что-нибудь даже какой-то простой кофеек макдональдсе берете и дальше сказка дальше просто сказочный великолепный дубай и его набережная не крик на этот раз а марина марина дубай вообще просто это нечто вот ходили днем сейчас вышли вечером и потеряли дар речи просто вот так вот народ сейчас покушаем салатик попьем кофейку и пройдемся с вами и по набережной марина ну что друзья вот мы и на вечерней марине сразу даем лайфхак если хотите приехать на марину приезжайте днем погуляете днем посмотрите и днем тоже очень красиво потом сходите в марину мол да просто кораблики покатая может тут цеплайн есть на нем пролететь и губ там даже днем поделайте потом просто погуляйте в марине мол и там можете покушать и посмотреть красивые виды потом выходите посвете вечернюю марину и тут вы с таким займете целый день сейчас будем показывать вам вечернюю марину если нужно купить день запросто вы его убьете интересно смотрим вечернюю марину фокус свайп и смотрите вот какая красота вот мы были там наверху марина моли вкусно покушали попили кофейку теперь просто готовы показать вам вечернюю марину смотрите какая какая она яркая в огнях те же небоскребы тот же залив тяжелодочки но сейчас наверное как-то подсказочнее немножечко да наташа давай туда пройдемся чтоб просто показать заливчик давай кстати очень нравится что масочки здесь можно приспускать а вот у нас вымирать и абу-даби такое запрещено что там сценами я не вижу так подходить между риме ставать не хочу можно протолкнуться хай то есть вот и мисочка чего-то там стоит 19 витарян с креветками 30 ты говоришь вегетарианский 1 1 1 20 читаю лапша 20 недорого вообще нормально смотрите как классно сидишь с видом на зале не отлично вообще всякие такие добавочки приправ очки вкуснотенюшка стараюсь вам показать не всем вас почивать не побегом а так но кабриолетик шикарный так ну давайте немножечко яхты вам покажем вот она шикарная жизнь дубаи ухты 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 мы вышли из бухты да мы вышли нет честно мы вышли сейчас из марина мола но практически из бухты да идем а куда налево налево все там сказки было народ напомните налево пойдешь что там марина дубай посмотришь на сюрприз найдешь но идемте за сюрпризом снова таки напоминаем что это такой променад где можно гулять где можно делать красивые фоточки любоваться небоскребами кататься на лодочках кстати вот мы вам показывали до каком-то видео дорогие лодки сейчас где-то вот мы видели уже 60 стоят круизная такая о скутерах ребята в общем 60 дирхам стоит круиз по-моему там с едой даже поэтому просто проходите смотрите и что вот с вашему кошельку не вредно то и выбирайте что он как людей где-то такой топик смелый конечно но я имела ввиду чтобы не забывали на пляже топик одевать на пляже топлис не загорайте вот вот вам и а вот за это вас по голове не погладят где-то дома загорают и в турции а так и в египте часто девчата наши не знала ты что в турции не было бежит бежит красавчик five guys такая кафешка была по-моему фестивале моли красиво все долго как бы но с другой стороны то на что рассчитываете кстати вот в этих киосочках уже по 60 круизе а вообще можно на группу не посмотреть где-то еще там 30-45 распродажи скидкой мы смотрели просто не интересуемся пока такими круизами уже публика изменился более оголилась на каблуки публика вышла на вечер публика вышла на охоту на ловлю на ловлю кого мать краса денешь как убора на помните мы вот сюда вот входили еще такой черной церкви небоскреб, а вот уже и вечерочек подкрался. Ой, хорошо, не жарко уже прям вообще. Отлично. Кстати, ветер усилился. Ну, просто ветер усилился, потому что еще и вода близко. Еще он так похолоднее. Так что ветер, залива, дул, и дай бог, чтобы у нас не продуть. Так что, чего и вам всем желаю. Эх, уже песни, пляски, посуда звенит, и люди смеются. Ну, рабочий день закончился, я бы тоже посмеялась бы, да. Люблю это время, когда рабочий день заканчивается. Еще не начинается. Ой, это вообще класс. Вот кораблик отходит. Я думаю, вот такие вот кораблики, деда. Вот это 60 диркал. Ой, не-не-не-не, 60 дирхам, те, что мы на Дерри показывали, побольше, побольше. Может, за два дирхама на таком. Да, за два дирхама, наверное. Это, наверное, просто перевозочка. Да, да-да-да, что-то я это... Перевозок. Как нету? Это экскурсионный, тут нету перевозок. Ну, вот кроме того, что мы... 61-60, а что-то это вообще. В общем, от 60, а вот, в принципе, на Крике рекомендуем тоже туда сесть посмотреть. Есть лодочка Абра, перевозит вас минут 8 с одного берега на другой. Скажу, то еще приключение, стоит всего два дирхама, то есть за... За Дерри один? Да, два за двух, да. В смысле, один дирхам, но за двух уплатили два. А в обе стороны это, получается, доллар за двоих будет туда-обратно проехать и вернуться. Ой, красиво-то как. Смотрите, и месяц. Луна, точнее. Ой, на арку похоже. На золотую. Все, Наташа зовет гулять. Да. Ну, идем. Что же мы здесь заторманируем? Так идем, а куда? Че ты стоишь? Ну, дальше, дальше. Дальше все, идем дальше. Сейчас мы обогнем этот бережок. Заливчик. Да, этот краешек. Мы здесь хорошо, здесь днем. Посидели на лавочках, тепло, было хорошо. Правда, мужики рядом курили, мы пересели. Мы их начали игнорировать. Да. Да, просто... Надо, что есть возможность, выбор. Не дышать курилом. Ой, кстати, классно. Здесь веченоги спускают маски, и можно подышать. Да, чего? Мы забываем по привычке одеваем. У нас в Эмирате Абу-Даби строго с этим. Штраф 3000 дирхам, и вы его заплатите, если вас поймают. Слушай, я уже так замерзла в магазине, просто ужас. У меня нос холодный, хорошо, что маска была. Руки холодные, и я одета. Да, масочка спасает. И от песка, кстати, и от жары тоже. Я вот с длинным рукавом, и я в джинсах. Ну, многие, правда, только в сандалиях, а так... Ну, народ, в общем, обязательно, если вы мог, заходите, берите с собой... Если вы теплокровные. Да, берите с собой кофточку, берите шапочку, шарфик, перчаточки. Я не шучу. Не, просто сильно мы видели много людей, ходят в футболках, а нам холодно, такой дубак, и на самом деле очень кондеры гатят. Легко простудиться. Очень легко простудиться. Выспортить себе отдых. Да, зачем там? Болеть будете, кашлять. Всякая фигня еще, не дай бог, высыпят. Так что, берегите себя. Ну, Марина Молл остается там, а мы идем прямо в другую сторону. То есть, получается, если выйти из Марины Молл, идем на правое плечо. Наташа меня вытащила с дорожки, где ездит в скутере. Тут не ездят, тут надо подняться на ступенечку, значит, нет шанса быть задавленной. А, ну да, пусть так уже пару ребят пронеслось опасненько так возле нас. Тут немножко пронеслось. Они, конечно, сигнали, но этот сигнал все до этого. Не успел среагировать, поехал на скутере. Причем, причем, возможно, ты не хотел поехать на этом скутере. Поэтому опять-таки, будьте осторожны. Потом придется платить за аренду скутера, да? Сбрасывайтесь на половину. Ступенечки освещены, кстати, очень хорошо. То в последнее время, когда я иду с камерой, много подлетаю на ступенечках. Ну, тут, кстати, не очень, да, у вас такой яркий свет. Да, не очень яркий. Небоскребы такие. Кто-то есть дома, кто-то есть в офисе. Красиво. И отблизь такой. Отражение небоскребов такие от воды. Ну, какие-то вообще машинки поехали. Не-не, вот здесь вот. Мне кажется, где-то есть офисы, где-то есть дома. Это мне так кажется, опять-таки. Ну, странно иметь такой небоскреб, а не сделать там офис на первых пару этажах. Ну, не знаю. Не, ну, внизу, может быть. Она вверху была. Это что такое? Ну, парковка. Это парковочка. Здесь машины стоят, но такой отблизь, что просто вам видно не будет. В общем, у нас сегодня вечерняя прогулочка Променад, где дышим воздухом и гуляем с вами. Да, такой кардио. Пройдешься и хорошо, в принципе. Километров пять. Ну, я думаю, не меньше. Ну, мне так кажется. Не знаю. Вот, кстати, стояночка тех самых велосипедов в странно пишут велики нельзя. Потом пишут, есть... А, ну, есть правило, когда там, по-моему, 15 километров. Мы показывали в прошлых видео. Теперь велики стоят, велики можно. Но здесь, конечно, как-то так надо разграничить. И сделать для великов, и сделать для людей. Потому что как-то отвлекся на красоту, рот открыл, раз, тебя стукнули. Снова ехал на велики, попал на разъяву, разъяву стукнул. То есть, ну... В общем, тоже надо обязательно быть внимательным. Ну, честно говоря, ну, трудно быть внимательным здесь. Очень хочется осладиться, открыть рот, повтыкать. Вот Наташа уже где-то повтыкала. Вон идет. Вот мы идем с вами все вперед и вперед. То есть, действительно, это пару километров, наверное, ну, наверное, десятка, чтобы пройти все. Начались бегуны и начались кафешки. Да, бегуны, кафешки, зазывалы, которым нужно заработать обязательно. Ну, а что делать? Конечно же, это их работа. Ой, какие небоскребы красивые. То есть, вперед и вперед. Вот идете и набережная не заканчивается. Точнее, наверное, переходят в другие набережные. Нет, это получается, как бы, вот этот идет посредине канал и, ну, то есть, еще небоскреба, а дальше вот налево это Джибер пуляж и там колесо новое, которое построили. Айн, глаз. Айн, Дубай. И вот. Вот так оно здесь. В принципе, не особо сложно. Но потеряться можно. А язык для чего? Я сейчас колбаску не с вами. Можно? Я колбаску не хочу. Можно? нет. Давай пройдемся все-таки. Держать. Да. Держать руках. Я вам, конечно, все. Все, что хотела. Спасибо. 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 У нас есть вкусно колея. Не, не, спасибо. И футбольчик посмотреть можно было бы. Ну, молодцы, кстати. Уже очень многие знают неплохо в Эмиратах русский язык. То есть, как в Турции. Приезжаешь, они уже и русский, и украинский знают и в Египте. Уже и в Эмиратах знают. Думаю, многие те, которые работали в Египте, они тоже тут. Да, кстати. А, помнишь, турка Эмре, которая работает у нас в Иляне, кстати. Видео про вкуснейший, вкуснейший ужин на Эвтар. Я прикреплю, посмотрите. Ну, по-моему, даже русский больше знает, чем английский. Да, с ним так хорошо было поболтать. Да, и он такой, боже мой, есть люди, которыми я понимаю, ну, как это жить. Излюбиться. А, а еще помнишь такой случай был, когда в кафе мы тоже заказывают, и что-то я сказала. А, сколько времени ждать? Я спросила. На русском? Не, на английском. А, на английском? Да, он мне отвечает. Четыре минуты. Я говорю, боже. Я такая себе думаю, как хорошо я стала понимать английский. А потом у меня доходит, что он мне на русском ответил. Я говорю, все, понятно. Окей, спасибо, до свидания. Небоскребы не заканчиваются. Ему это так надо. Не работает. Ему просто бутылку выкинул и сказал, не хочу я сегодня фоткаться. Слушай, бутылку, да? О, какая мечеть красивая впереди. Сейчас дойдем. О, как подсветила. Дойдем, я покажу ее хорошо. Любое здание подсвети красиво, и оно будет красивым. А согласна. Так, надо сначала построить, провести электроэнергию, подсветить. Потом уже можно туристам показывать. Что, в принципе, Дубай и делает. Я сказала, красиво подсветить, с умом подсветить. Это же не просто так гирляндочку навесить. Как я навесила, там что-то непонятное висит. Люди шумеют, люди думают, креативно. Это все. Красота. Вот, дошли мы до этой красивой мечети. Сейчас увеличу и еще раз увеличу. Ну, красиво. Так, конечно, не знаю, что за мечеть, но, конечно, здесь их много. И красивых тоже много. Ну, два минарета, да? Да, два минарета. Интересно, как это вот считается, как полагается? Почему два минарета? Ну, где подороже 4, а 6 или 7 только в мечети шейха Зайдов белая, по-моему. Ну, потому что, ну, деньги, конечно, деньги. Вот ребенок все еще кидается бутылкой. Ну, не хочет он гулять сегодня и фотографироваться. Количество минаретов говорит о количестве множественных денег. Я думаю, что да. Где-то я такое слышала. Вот, смотрите, какая красота. Да, кто-то, если оставит коммент, будем очень благодарны. Пока вот показываем. Мне особенно эти небоскребы нравятся. Вот в квадратиках, точнее, в прямоугольничках. Класс, класс, класс. Такой мост. Красивое отражение в воде. Сама вода, которая вот радует просто, радует и освежает уже. Сейчас уменьшу чуть-чуть, чтобы еще уменьшенным показать все эти изгибы. Кстати, большинство скутеров и великов едут вот на той стороне. всякие кухни. Вот всякие кухни. Персидская, Персиан, Бахар. Кораблики, небоскребы, Наташа. Наташа, улыбайся. Наташа уже устала. Наташа уже говорит, все устало. Если я улыбаюсь, значит, я довольна. Это не обязательно. Скрывает свою радость. Даже говорит, скрывает свою радость из сегодняшних видео. Просто тебе она очень устала. Напишите коммент, Наташа. Вот, подошли мы к небоскребам, которые прямоугольнички. Сидите, здесь какая-то такая фотка из Дубая. Марина, сердечко. Наташа, а ну встань, так просто интересно, что будет, вот если ты станешь. Ой, хоть больше, пока ты. А, ну будет Наташа в сердечке. Вот такая фотка. Ну, в принципе, что-то должно как-то, оно как, я не пойму как. Ну, надо было немножко больше небоскребов поставить, что ли. Не знаю, как вам Наташа в сердечке. Не могу понять, как. А, вот так вот смотрится. Да, да, сейчас так тебя и сфотаю. Все, оттуда мы пришли, оттуда. Смотрите, какая здесь еще плеяда, череда небоскребов. Вот к этим прямоугольничком красивым дошли. Всякие кораблики, катера. Тетрисы. Да, Тетрисы. Наташа классно их назвала. Тетрисы. И вот еще гулять и гулять. Всякие вот прикольные кафешечки, снова скупера, люди фотографируются, проверяют свои фоточки. Класс. И вот дальше смотрите еще просто уже начинаются наверное какие-то магазинчики бутиковые. И вот туда еще заворачиваете и гуляете себе, гуляете, пока вам просто не надоест. Ну, или пока сил хватит. Вообще, шикарный, шикарный. Мне нравится очень эта ночная Марина. Мы первый раз, да? Мы первый раз ночной в Марине. мы ночью не гуляли еще. так помнишь, мы приехали вот возле этого скрученного небоскреба, я не помню. Мы с какой-то другой стороны Даже не знаю, как он называется, если честно. И мы сели на лодочку и покатались на вот такую большую прогулочную классную. Стоило сколько? 600 где-то или 50, что вообще. Не помню. Недорого. Да, и мы вот там немножко прошли, а потом же мы ехали на цирк солнца, цирк Дусулей, в котором разочаровались. Такое себе представление было. Кстати, мы Дусулей любим, но вот в тот момент было представление не по труб, конечно. Там просто очень мало трюков было, там какое-то шоу действительно было, но... Но люди восхищались, я не знаю, может они никогда не видели просто до этого, что может быть, Настоящие Дусулей, что они могут. Но аплодировали, так восхищались или им было стыдно признаться, что деньги потратили. Но я честно говорю, мы тогда потратили деньги в пустую, я не помню. Но опять же, когда знаешь лучшее, когда видишь, как люди работают, когда люди умеют, когда тебя подсовывают. У меня просто было впечатление, что все гимнасты будто травмированы и просто сделали шоу, а не прыжки всякие, не перевороты. Ну, такое тоже может быть. Не, но мы желаем всем дюсселеевцам здоровья, как и вам, нашим великолепным зрителям и подписчикам. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, сегодня было вот такое прикольное зрелище, шикарное, шикарная прогулка. Если вы в Дубае погуляете, это обязательно. Получите удовольствие. Мне кажется, получится удовольствие. А на, пожалуйста, коммент, лайк, если не сложно и подписочка. Все, всем пока. Всем пока.